Дорогие друзья, добрый день! Сегодня для тех, кто планирует приобрести боксера, но еще не знает, какой выбрать двигатель, я имею в виду 150-кубовый или 125-кубовый, может быть, немножко побольше информации о том, что внутри этих двигателей, в чем их отличие. Начнем мы со второстепенных частей. И наиболее, скажем так, значимое отличие именно между двигателем 150-кубовым старого образца, то есть четырехступенчатая коробка перемен передач, и 125-кубовым или же новым 150-кубовым. В чем тут отличие? В том, что статор генератора, то есть катушечки, скрыты под самим ротором, и доступ к ним затруднителен. То есть, чтобы посмотреть на них, оценить состояние, заменить, нужно будет снимать ротор генератора. А это, в принципе, достаточно трудоемкая задача. С другой стороны, вот такая конструкция позволяет вынести приводную шестерню стартера, то есть та, которая в зацеплении в бегунковом, находится в сторону, на ось, которая располагается в крышке, левой крышке двигателя, и таким образом она фактически не участвует в постоянных трениях, сопротивлениях. То есть она вынесена полностью из рабочего режима. Ну и если обратить внимание уже на 125-кубовый мотор, то в левой крышке двигателя увидите как раз эту статорную, сам статор с катушками, питающими и основную бортсеть, и катушка, которая питает модуль зажигания. И в ней же расположен сам датчик положения коленвала, вот такая импульсная катушка. Повторюсь, что новый двигатель 150-кубовый имеет такую же конструкцию, как и 125-кубовая модель именно в этой части. Ну и что касается приводной шестерни электростартера, здесь она уже сидит на игольчатом подшипнике на коленвалу, вот, и постоянно вращается всегда. То есть, ну, за исключением режима старта, с электростартера, где она, собственно говоря, вращается вместе с каменвалом. Ну, а сам ротор генератора на 125-й модели выглядит вот именно таким образом. Я сейчас не буду говорить об отличиях в электрооборудовании, потому что здесь можно запутаться, это тема для отдельного разговора. Пока что можно только упомянуть о том, что новые 150-кубовые модели уже оснащены бортсетью 12-ти вольтовой только. Никакого там переменного тока уже нет, который раньше питал головную фару и задний фонарь. Вот. А на 125-кубовых моторах, я думаю, что пока еще ситуация скорее более склонна к той же старой модели 150-ти кубового мотора, где переменный ток все же используется. Но не точно. Перейдем к более существенным вопросам. В частности, рассмотрим самый такой интересный, важный элемент – это поршень. На стареньком 150-ти кубовом моторе, да и на новеньком 150-ти кубовом моторе используется классический алюминиевый поршень. Ну, а на 125-й модели, вы видите, поршень уже более совершенный, такой же примерно, как на V15, с графитовым напылением на самых нагруженных частях трения. Однако, если эксплуатировать этот мотор долго на предельных нагрузках или не уследить за качеством масла или не своевременно его заменить, допустим, менять масло требуется хотя бы по регламенту, то можно получить износ этого графитового покрытия и преимущества такого поршня сойдут на нет. Ну, а теперь важнейшее отличие, которое выделено красным, это отсутствие маслофорсунки, которое подает масло на днище поршня, тем самым его охлаждая и помогая ему в самых тяжелонагруженных режимах. Вот, такая маслофорсунка применяется не только на 150-м боксере, она применяется на пульсарах, на дискаверах, начиная от 100-кубовых моторов. Вот, а она на V15-м тоже устанавливается, на КТМ-дюках устанавливается и на множестве других моторов это уже как некий стандарт. Но здесь этого элемента мы не видим. Причем, что интересно, в левой половине картера предусмотрено место под эту маслофорсунку, то есть ее просто не поставили и не подвели к ней, соответственно, подачу масла. Ну и о том, как реализована маслофорсунка, как реализована подача масла в 150-кубовом моторе, ну и в остальных мотоциклах Баджадж, вышеперечисленных. Масло подается через отверстие, калиброванное отверстие 1, а далее распределяется через отверстие 3 к маслофорсунке, обозначенной цифрой 2. Вот, и вы видите на ней небольшое отверстие, направленное строго вверх, точнее в сторону поршня. Вот, оставшееся масло подается в пространство между шпилькой, левой задней, в головку цилиндра. Отверстие показано под номером 4. Вот таким образом имеем отличие 150-кубового мотора от 125-кубового мотора. Насколько оно важно? Ну, здесь, наверное, я выскажу свое субъективное мнение, но, тем не менее, оно имеет место быть. Речь о том, что, если вы планируете эксплуатировать мотоцикл, скажем так, долговременно, на максимальных нагрузках, то здесь следовало бы обратить внимание на модель 150-кубовую, в силу наличия маслофорсунки, в силу того, что охлаждение поршня не позволит заклинить мотору в жаркое время, или тогда, когда вы, допустим, можете даже и не почувствовать, что уже начинает налипание, скажем так, алюминия на стенке цилиндра. А если же такой режим не предусматривается, а спокойная, нормальная, езда без фанатизма, то есть, по лесу, по городу, на небольших скоростях, по переменному режиме, то есть, иногда вы можете открутить ручку газа, но ненадолго, то я думаю, что разницы в надежности эксплуатационных качествах здесь, по большому счету, минимальны. Ну, остается выбор за вами. Спасибо вам, друзья, за то, что смотрите. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok